догадайтесь трех раз только сейчас время ни за что не догадаетесь 3 часа дня нас никогда не получается по-быстрому пока начальство дождались пока туда пока сюда пока вопросы насущные чайку кофейку слово за слово разговор за разговором в общем три часа сейчас критичного тайсера ничего нет до сызрани ехать 900 километров 892 до точки мне уже рисует что хотел сказать сегодня только суббота грузится нам понедельник сегодня сколько проедем столько проедем куда доедем туда доедем куда мы сейчас доедем посмотрел по яндексу погуглил как поехать по пятерке или по четверке отсюда с москвы уйти разница 30 километров и всего лишь 6 минут пишет то есть по четверке на 6 минут быстрее на 30 километров дальше то есть так ориентировочно полчаса нам здесь придется минут 40 уже час сейчас здесь как всегда на новой резанки на ремонте потолкаться бог с ним потолкаемся а щита делать ничего наделать но пази куда податься скоро вырвемся опять на бескрайние просторы сибирская свобода только есть лес тайга и лин я думал мне сейчас под колеса нырвет вы видели как он шустрого рулил я даже тормозить не начинал потому что уже было бесполезно все равно бьем машину не остановил плохо мне сейчас прям в плачину и засадил в эту многострадальную правую вроде бог милого напиши давайте топать интересно там на том светофоре на котором нам надо будет слегка пошалить чего так смотря красный вам уже зеленый данным нам угорит большая колейка небольшая на на врезанку чтобы уйти суббота народ с пивком туда-сюда отдыхают всех мы начинаем арбайд ну на повороте не стоит уже хорошо тоже долго не будем толкаться здесь поворотом через 800 метров да-да готовлюсь поедем снова прокатимся в усть-ку туда дальше потом не знаю хотели уйти восточнее прям до владивосток прям до владивостока но ничего за деньги не было в ту сторону а за муськут платят ну плюс бармяк платят довольно таки хорошо поедем в усть-ку туда а там посмотрим куда дальше кроме заграницы кроме заграницы в принципе везде пока разве это очередь разве это колей вообще ни о чем 100 метров правда нам нельзя на этом светофоре налево поворачивать не так уж тут и нельзя вон они все видите откуда едут пробку объезжают только что здесь толпа стояла машин 15 сюда на дорогу на выезд яндекс им рассказываю что надо вот так вот это через кусты это поселок там народ в шоке я не знаю что-то такое за фигня тут всегда было сужение перед москвой рекой но чтоб так вот долго от октябрьского сюда ехали я думал только октябрьский протолкаемся и все дальше как обычно начинаешь бежать здесь никогда затруднений не было а тут пожалуйста то 1705 уже 5 минут 6 мы еще все не выбрались никак сейчас лезть начнут вон они все один показал и все все за ним все на маленькой то можно объехать почему нет если есть резон такой не по обочине шип езжали по дороге ну я ни хрена не еду почему мы здесь вот так вот 300 метров ремонт что тут это все вот из-за одного кота сужения может тут еще что-нибудь ну по итогу уже до проехали 20 километров всего едем уже почти два часа нормально скоростно насколько средняя скорость средняя скорость 8 километров в час ну да вот она сужение идет в один ряд прямо перед мостом мерседес меня пропускает спасибо коллега красавчик просто красавчик нет слов видится он хомячка пропустил и ждал чтобы я нырнул красавчик а вот не было вот этого да это что-то новое они тут ноу-хау какое-то не было вот этой фигни вот видите засыпали щебенкой еще когда я ехал четверг вечером я выезжал здесь вот этого не было вот поэтому мы тут и стоим правильно такой поток в одну полосу загнали вот и все и вся причина ну чё сейчас как вот как сейчас как вырвемся к а еще и светофор вообще базара нет все все зато мы сейчас как слетим как полетим смотрите как мы это будем делать вот это была открыта всегда полоса сужение было здесь чуть дальше она сейчас даже видно по разметке будет вот они одну полосу перекрыли плюс светофор да теперь здесь это счастье будет надолго по ходу вот у нас уже не здесь как бы из двух полос полторы получается ну одна одна полторы тут через москал ревер до ревер 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 жирикада короче через реку москву все погнали жуковский прямо жуковский прямо едем точно идем по прямой луховицы коломна резальна уже лучше меня эту дорогу знаете красавчик просто красавчик спасибо тоже хомячка наверно пойдем как-то он так скромно едет за уже не скромно разогнал согроженный притупим малость обрежим его а 90 не могу обогнать разогнал свою скамеечку на 100 еле еле прошел река москва долг коломния концепт тоже подсыпает я чуть ли не знал она потом куда вакуум впадает я так понимаю потому что вот объездная коломны вон сам город коломна ну а мы сейчас москву переехали получается что ну вот так с москвой потом сюда в колонну ну да а потом туда дальше западнее там она вакуум впадает вот так логично предположить не знаю что то это кушать охота уже сейчас тут на объездной коломенской остановиться что-то замутить как-то сегодня целый день пробегал с утра не хотелось потом это всеми то есть не беготня туда-сюда и все и желудок позвоночнику прилипает у нас еще рязань впереди и что там с этими ремонтами надо будет посмотреть это смотри не смотри все равно другой дороги тут уже нет по-любому через дизайн время уже просто седьмой час наверное может быть сейчас где-нибудь если будет где надо швортануться нормально плотно покушать и потом еще поработать часиков до 11 вечера сегодня да и хорошим что завтра времени хватило там до сызра не добежать так мы и сделаем сейчас площадку найдем за рулем вот транзитные литовские номера и это на тягаче французские вольво только я так и не могу понять там не знаю как французские транзитные выглядят но если это так получается тягач на французских транзитных а риф на литовских что тягач на французских номерах мы сейчас тут толкались вместе в коллеге то у меня объедет то я его в разных полосах я имею скорее всего куда-нибудь на киргизию на казахстан может 500 к был волю может ульбекистан куда-то туда скорее всего чтобы добавить в азию гонит а вон у нас что-то впереди я наблюдаю там наверно стать заправка какая-то стоянка вроде есть здесь сейчас наверно мы там и шварта немся посмотрим есть там кафешку наверно кафе не пойду не охота чисто может так чайку какого хотя вообще-то первого можно было бы сходить похлебать сейчас разберемся ну чё написано помпончик пойдем помпончиков съедим после можно и по помпончику у нас газпром швартануться есть где или надо на дороге не хочу стоять туда поехали к помпончикам поближе здесь вот и станем сейчас после колонки федеральная пончикова ну не вы пончики это ж не еда правильно заход током сходить нет она началась может учимся дают там кроме пончиков ни разу не заходил кстати пойдем посмотрим что вам сказать вот я здесь первый и последний раз такая порнография вот за эту хрень что увидимся на экране и отдал сто восемьдесят семь рублей борщ вот борщом назвать я еще ел книжку читал три раза ложкой махнул все он кончится и за эти две булочки сто восемьдесят семь рублей за что когда-то наелся а потом наши с вами свидания закончились все тут малость торчат наши матрасы на не матрасы там это хрень какая фигня это коробка чуть-чуть выпирают навал 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 есть навал он и в африке на волосы более здесь навалили по крышу фигня не страшно с этой стороны с этой чуть-чуть но это фигня это ерунда короче достаем чайник под чаю попить я как чувствовал что здесь не стоит ни чайник брать ничего то есть ни кофе ни чай поставим самовар серба днем еще опа чайку короче полная лажа полная хрень вот это вот помпончик чего-то не дай каринушки до колупались что-то на им не понравилось ладно пошли чай пить ем просто так он собрался он чуть на ногах стоит голосовать что ли я думаю сейчас через дорогу ломанет или он час ломанет через нее не ищу и бежать даже умудряется дойдет не дойдет дай бог чтоб дошел все у нас там кофе уже почти заварился чай уже закипел уже даже заварился вернее все пьем чай и поехали ну что рязань всю закатали еще вот ну вот обочина осталась а именно само дорожное полотно сама проезжая часть уже все уложено покладено покажет время но асфальт новый рязань прошел вот и даже как бы пока может быть сейчас еще где-то станем вот прошлый раз я ехал еще тем рейсом здесь был реверс вот в этом вот месте так-то хорошо очень много времени и занят немало ну просто очень много вообще конечно ну опять начну умничать вот говорить там да федеральная трасса такого значения не знаю однозначно нужна не знаю обводить такой город как рязань ладно она еще через весь город шла четырехполосная а вот тут что широко то узко то широко то узко то четыре полосы то три полосы потом в одну полосу брестка все загоняется вот уже как-то так через одно место не будем говорить какое мы все догадались местами естественно это когда раньше когда транспорт сколько там того транспорта было то это конечно никаких проблем не составляло а сейчас в каждой квартире по две-три машины плюс грузового транспорта сколько ну естественно дороги вот такие они тупо не справляются просто не справляются какие хорошие асфальт был не был нехороший она просто не может чисто физически эта дорога разгрузить часы пик например вот так ничего поумничала теперь теперь что проходим если сейчас нигде не встали трянем я так думаю сейчас полдевятого наверное сегодня до шанска за шанс зайдем встанем дальше резона уже нет ехать в ночь завтра за день надо созрани доедем плюс нам еще за там ближе перед шанска надо на так нет зарулить кормилицу подкормить до этих до татарстана татарстане уже полные баки будем лить там дешевле после намного но дешевле вот и как раз пока приедем уже и 11 будет я так примерно рассчитываю самое время спать ложится модная такая заправка современная стать нефтевская кантра 50 не доезжая шанс ледем 300 литров тоннека так примерно я посчитал разница небольшая почему она не течет я иду как не спеша натопленная вообще 4889 даже скидка получается нормально ничего мы тут не распухшие это мелочи туда литра у нас никто не высчитывает поэтому льем 300 литров там плюс минус туда-сюда все вечерний шанс на горизонте даже можно сказать субботний вечерний поздно субботний вечерний и хотят как подожди я проеду потом выйдешь из 20 11 топлива все до стоянки получается 16 километров сейчас шанс проходим и поехали оттуда где-то 540 завтра нам даст со стороны смысла никакого больше сегодня топить ночью не вижу абсолютно девчонка это которая там грузит ну диспетчерша звонила же мне вчера 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 целый день ну как там как сегодня ну что может в воскресенье загрузимся в Сыздраве я говорю а что грузит в воскресенье ну вроде бы как ну так вроде бы или как давайте говорю мы не будем придумывать непонятно чего а приедем и спокойненько загрузимся в понедельник будем знать сто процентов что у нас будет ну да 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 давайте если в воскресенье загрузиться все а то мы порешили я спрашивал а что тут будет и говорит это тоже типа как вот на четвертой загрузке всего по чуть-чуть понятно у меня уже 5 накладных вот сейчас еще накидают не привыкать спорники возить даже интересно с одной стороны когда вот это вот все начинаешь паковать паковать в это все влезло правда когда через границу везешь так ой как со сборками любят так не помню до поляков приехал у меня было 42 x 42 экспортных деклараций бывшие конторы грузились там в одном месте туда назывался там обычно 23 таможне выгрузки было заявку видишь тут понятно короче сборка все обры приезжают 42 x из них получается 3x внутри декларации было на всю машину а 39 было на 2 по летам то есть понимается на в этих двух палетах а так какие-то запчасти или кого-то из болтики гаечки доллары варочки российские рубли типа такого и все и на каждую позицию своя декларация ванна обиделся я приехал вечерние пару часов до конца смены дневной он говорит мне давай это я коррекция не успею уже оформить после пересметки приходи я пришел после пересметки урва то то есть учи ты сам шучу я так не говорил в общем пан тренд шиба горит на досмотр досмотра на смотрю тогда смотрю поедешь в бокс на тенте еще хорошо заезжаю в бокс приходит приносит мои 42 икс декларации берет так как карты их разложил раз так с центра найди мне вот это я тэш не вы не я тоже не знаю ну все прочитаешь чё там и пошел искать два палета этих ну там получается открыл борт и прямо можно рохли вывести все я вывез в рохли умер 3x вот мы сразу с ним все определили основной груз по всему прицепу вот я стоял 39 эти два политика все дает с этим 39 и там вангриб дадим не ты ягри за полгодины приду через полчаса приду еще и пошел не раз ковыряюсь поковыряюсь полет раз полетил его там полностью все потом раскидал там это все нашел в эту коробку на ура теперь ищем говорит вот это короче на три позиции заставил искать все нашел доброго все выезжай пошел и к тому дал ему формятся короче меня взяли в начале с ночной смены отдали в конце в конце ночной смены документы всю ночь приехал нам тоже там вот раскрыт не можно трудно группам бы повесить это поляки специально то есть как бы можно же повесить пломбу это лишь не геморрой отправиться лишние манипуляции даже не геморрой лишние манипуляции там может быть какие-то небольшие деньги деньги ну то есть заехать сделать так как ты один или что-нибудь все если ты пломб у немца поясил и все у поляку никаких претензий взял эти декларации штабовал пломба висит все а тут пломбы нет и они в общем так нас учили все это был рот раскрыт после этого все когда стали там грузились дуденхофен город такой германии вот когда мы в дуденхофене уже потом грузились все после этого всегда пломбишь короче заболтал я вас все поехали я уже спать сегодня хватит рабочая суббота закончена 8 километров стоянка и вскрыла до сих пор и Субтитры подогнал «Симон»